Продолжим эту тему в обсуждении с Александром Левченко, дипломатом, чрезвычайным полномочным послом Украины в Республике Хрватия, Босния, Герцогина с 2010 по 2018 год. Александр Михайлович, рады приветствовать, здравствуйте. Да, приветствую, добрый день. Мы с вами уже не раз говорили о теме Венгрии, что это такое за троянский конь внутри Европейского Союза. Давайте сейчас по текущим новостям, по текущей ситуации. Видим, что в энергетическом плане проблемы как таковой нет. Я имею в виду отказ от российских энергоресурсов. Газовые хранилища в Европейском Союзе заполнены в целом 80-90%, если говорить о Венгрии, на 60%. Венгрия не поддерживает там санкции, запрет на въезд россиян в Европейский Союз. Но все же Венгрия в составе Европейского Союза и вроде бы как не является таким большим, такой большой проблемой для решения некоторых задач, проблем. Скажите, пожалуйста, по текущим новостям, как понять Венгрию и что она дальше может делать, не в УКО Российской Федерации, а наоборот по ее стопам, я не знаю. Вы правильно заметили, Венгрия занимает несколько особую позицию, и эта позиция диктуется тем, что в Венгрию зашел очень плотно российский капитал. За российским капиталом всегда идут разведывательные службы, и эти разведывательные службы российские плотно работают с политиком страны, куда они входят. В частности, это касается Венгрии. Вы знаете, что эта страна, одна из немногих, которая не выгнала ни одного российского шпиона. Но чего они будут выгонять, если эти шпионы, наверное, что-то и носят в конвертах кое-кому, да? Поэтому и позиция отсюда получается такая. Вы заметили, что у нас в Украине вот все пророссийские силы вот до начала войны, и, как оказалось, сейчас все же получали финансирование, мало того, готовили там переворот и так дальше. А вы думаете, что такая пророссийская позиция ряда политиков в Венгрии случайно? Нет, она, конечно же, стимулируется. Там идеологии мало, там много экономического интереса. Ну, поэтому Брюссель иногда все время делает замечание Будапешту, что уж не зарывайтесь, далеко не заходите. Мы все понимаем, что некоторые вещи выходят из-под контроля. Поэтому Венгрия не только член Евросоюза, Венгрия член НАТО. Есть единственная политика Североатлантического альянса, есть единственная политика Евросоюза. Ей нужно все-таки придерживаться. Понятно, что у каждой страны есть свои интересы. Понятно, что каждая страна хочет их где-то защищать. Но здесь мы видим то, что Россия перепрела венгерские интересы очень плотно с интересами Кремля. Поэтому Венгрия у нас, получается, на 85% зависит от российского газа. Европейская директива не больше 33%. Венгрия на 65% зависит от российской нефти. Директива не больше 33%. То есть сознательно шли на зависимость от россиян. Эта зависимость, возможно, давала какие-то небольшие экономические эффекты в плане экономики. В том, что, может быть, нефть и газ вовремя приходили, возможно, по каким-то небольшим скидочным ценам. Но, в общем, как видим, что Россия привязала венгрию еще одним большим проектом. Это атомная энергетика. Вы знаете, сейчас Венгрия выступила за то, что она начинает расширять свои строительства ядерных блоков. И это строительство делают россияне. А россияне вошли туда с инвестицией в 10 миллиардов долларов. И вот эти 10 миллиардов нужно кое-кому отрабатывать в студии. Александр, давайте тогда у вас продолжение. Все-таки хочется понять. В то же время вы действительно акцентировали внимание, что не только членам ЕС, но и НАТО также, и Венгрия не собирается выходить из этих институций, поскольку он не в интересах этого Орбана, на самом деле. Вот его стенания по поводу заката западной цивилизации, мы помним, что он говорил, на самом деле, про расы и так далее. Я не буду даже вспоминать и про то, что будет с Европейским Союзом в ближайшее время. Вот такие благосклонные жесты в адрес же противников Запада, России и Китая, вот они такие, вот эти внешнеполитические инструментарии в Венгрии, они все-таки больше в пользу играют для самой страны или против? Потому что мы сегодня еще немножко далее, не буду наперед забегать, но вот давайте на этом сейчас остановимся. Ну, знаете, что ковидная ситуация спровоцировала экономический мировой кризис. Во время кризиса идет радикализация настроения. Радикализация настроения — это в том числе и определенные националисты, как экономические, так и политические. То есть Орбан ориентируется на ту часть населения, которая, так сказать, тревожена ситуацией, согласно там бороться за то-то-то-то. Вот, а якобы там Венгрия у нас страна, которая хочет какой-то там чистоты европейской нации. Я вам как историк скажу, вы там что-то... Я не досмотрел сюжет по этим венгерским книжкам, как они по Украине, что они там написали. Но как историк я вам расскажу, что Венгрия — это единственный неевропейский народ, который создал страну, так сказать, на территории Европы и сейчас член Европейского Союза. Вы знаете, что Венгрия по своему происхождению из Сибири. Я думаю, что россияне там тоже используются очень серьезно о том, что они прародина Венгрия. Они вышли из Западной Сибири, потом перекочевали на Урал, а уже с Урала двигались сюда, в район южных степей Приднепровья, оттуда пошли дальше. Так что по происхождению они не европейские народы, поэтому эти рассуждения орваны о чистоте. Ну, поинтересуйтесь своей историей и так дальше. Следующее. Конечно же, европейское мировоззрение не воспринимает шовинистическое отношение к другим народам. Ну и понимаете, вот пропаганда шовинизма, вот шовинисты, они же как бы между собой и общаются. Самый большой шовинист в Европе кто? Конечно же, Владимир Путин. Идея русского мира – это идея шовинизма, это идея русского фашизма, и здесь возле нее крутятся люди, которые, так сказать, где-то хотят копировать, что предлагают россияне. Например, в Белграде там могут предлагать сербский мир, идеологию сербского мира. Орбан предлагает идеологию, чтобы была чистота европейской нации и так дальше. Все это не очень укладывается в европейскую систему современных ценностей. Это, конечно же, не самое главное, но, тем не менее, подчеркивает то, что определенные идеологические моменты роднят фразеологии Орбана и Владимира Путина. Ну и не забываем, что именно Виктор Орбан пал в Кремле на переговорах с президентом Российской Федерации буквально за полтора дня до нападения на Украину. О чем они там говорили, трудно сказать, но есть серьезные подозрения о том, что Орбан договаривался о Закарпатии, что если Киев пойдет за несколько дней, то, возможно, Венгрия, так сказать, возьмет от свое крыло Закарпатия. На эти обвинения Будапешт ни разу не ответил, что так было или не было, поэтому это только еще укрепляет во мнении о том, что вот эти связи Орбана с Путиным, они имеют какую-то более длительную связь с студием. Александр, но тут стоит отметить также, что еще и очень часто пропаганда внутри Венгрии распространяет фейки, подобные на российские нарративы. Это про голод, про нищету, про коррупцию, о том, как все очень плохо в Украине. Об этом ранее заявлял глава венгриеской общины в Киеве Тибер Томпа, и при том, что Венгрия достаточно бедна и живет благодаря финансовой помощи Европы. А расскажите, пожалуйста, по поводу поддержки. В целом, поддержка народа, месседжей Орбана, потому что мы видим президента Венгрии абсолютно с противоположным мнением. Давайте сейчас услышим комментарии, кстати, нарративов пропаганды и о поддержке Орбана, его нарративов, его месседжей. Пообщаемся позже. Давайте послушаем. Один из главных экспертов главы Венгрии распространяет на телевидении мнение, якобы начиная с 1991 года в Украине фактически ничего не было, кроме нищеты, голода и коррупции. Преимущественно, все население страны, кроме Будапешта, залюмпинизировано. Такая олимпинизация властью Орбана и приводит к тому, что пишут чушь об Украине. Но они пишут такую чепуху и об Европе, о Брюсселе и других соседних странах. Тибер Томпа. Глава венгерской общины в Киеве. Подобные месседжи от Венгрии слышали касательно соцопросов, где сообщалось, что большинство жителей Венгрии не поддерживают предоставление Украине оружия для борьбы с российской агрессией. Как все происходит на самом деле? Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с поддержкой людей, жителей Венгрии непосредственно вот этих вот, я бы сказал, напрямую скандальных заявлений господина Орбана? Ну, вы видите, дискредитация в СМИ, она, так сказать, имеет место в российских. Почему это происходит в венгерских? Наверное, потому что Россия имеет серьезное влияние на Венгрию. Поэтому Венгрия повторяет определенные российские нарративы относительно Украины и так дальше. Сама Венгрия, видите, занимает позицию, что она не помогает военным путем Украине, абсолютно в транзите тоже запретила право за вооружение. Но вместе тем гуманитарные проекты Венгрия всецело финансирует. Вы знаете, что на территории Венгрии огромное количество украинских граждан, которые выехали из Украины временно. Надеемся, венгерское правительство их тоже поддерживает. И это какой-то затратный механизм. Мы это не забываем, мы это оценим, и мы за это венгерскую сторону благодарим. Но некоторые вещи касательно оценок того, происходящего в Украине, которые координируются, относятся с тем, что говорится в Москве, настораживают. И еще раз свидетельство о том, что эти оценки формируются где-то там, в районе Петербурга, там, где фабрика Ботов, где-то тут в районе Кремля. А потом, так сказать, передаются средства массовой информации в Будапешт, в Дебрецен и так дальше для того, чтобы сбить с толку венгерское население. Я думаю, что венгрии озабочены немножко радикальной политикой, которую сейчас крен, который сейчас демонстрирует правительство. Хотя выборы только что прошли, и, собственно говоря, Арбан на них уверенно победил. Нет вопросов. Вместе тем, насколько корреспондируется эта политика с общеевропейскими ценностями и с политикой Брюсселя, здесь очень много вопросов. Уж довольно часто венгрии употребляют вето в решениях Евросоюза относительно российских санкций. Это сейчас насторожило настолько Евросоюз, что вполне возможно, что следующие решения будут приниматься не столько консенсусом, сколько просто большинством. Потому что венгрия фактически может заблокировать любой пакет санкций и требуя какие-то из них исключения. Мы помним, что из прошлого пакета санкций Орбан лично настоял, чтобы был исключен российский патриарх, московский патриарх Кирилла. Кирилла, который фактически призвал к военному походу против Украины. Украинский народ он назвал безбожниками. Кирилла должен понимать, что именно здесь, в Украине, в Киеве, вообще пришло христианство на территорию Киева, Киев крестил дальше все территории. Вы знаете, что район, регион Москвы-Реки, Пскова-Новгорода опирался к христианизации. Ну, регион Москвы-Реки вообще был в основном христианизирован через 200 лет, а некоторые районы и через 400. Поэтому все это пришло из Киева, и Киев себя считает главным. И это правильно, с тем, что, так сказать, отсюда шло слово Божье, учение Божье далее. И не Кириллу указывать, кто и где, и как должен себя вести. Ну, вы знаете, сейчас Орбан потребовал исключение из списка санкций трех миллиардеров российских. Почему? Опять же, возникают знаки вопросов. Так что европейцам потихонечку это все надоедает. Этот лоббизм, и он не случайный, понимаете? С каждой фамилией стоят десятки миллиардов долларов, и эти доллары работают. Вы же понимаем, как направление. Но ситуация с Венгрией очень интересная, и я считаю, что ее нужно еще не раз обсуждать, с вашим участием в том числе. Ну, а в свою очередь, вам отдельная благодарность за то, что вы подключились к эфиру и прокомментировали эту тему. Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный посол Украины в Республике Хорватии, Боснии и Герцеговине с 2010 по 2018 год был на прямой связи с нашей студией.